всем привет всем добрый день сижу сейчас на балконе у нас уже начало 5 готовлю ужин сейчас стану покажу вам что у нас сегодня будет нужен самое элементарное простое блюдо но кстати его очень давно давно не готовила это курица с картошкой в духовке уже наверно где-то но месяца два точно не делала у нас сегодня ужасная жара хотя нас нам обещали 24 градуса но нас точно не 24 градуса около 30 очень жарко и душно что еще хотела рассказать сегодня поехали с мужем и заплатили за салон тумбочку для телевизора и стол изначально мы посмотрели стол в салон один сегодня мы поменяли свое решение и купили совершенно другой стол и был его вы увидите когда нам уже привезут стол вместе с салоном вместе с тумбочкой по телевизору потому что телефон у меня не было я ничего не снимала и решение у нас такое произошло ну прямо так мы даже не ожидали сами от себя что мы совсем другой стол возьмем вот вот картошечка с курочками скоро будем кушать и ужинать будем полчаса назад закончила работу и захотела себя побаловать по моему все те четыре килограмма или сколько там я сбросила я их уже скоро наберу короче у меня какой-то жор последнее время не знаю почему сделала себе чай печенюшки на печенюшки такие самые обыкновенные а это учебник по английскому не учебник по английскому а книга с разными рассказами очень интересными но тут по-моему здесь secret garden тут один рассказ но тут несколько глав до тарамчучи у нас читает мужу зубного сейчас должен до скоро приехать я так думаю и мне тоже нужно ехать к зубам потому что у меня один зуб он просто рушится каждый раз когда я что-то на протяжении 3-4 месяцев найти каждый раз мне кажется что оттуда отваливается какой-то кусочек не мне и мне не кажется а там до отвалился кусок поэтому мне нужно срочно ехать к зубному врачу так не хочется так не хочется ненавижу зубных врачей но вообще кто их любит хотя в израиле это совершенно безболезненно и если там врач предполагает что будет какая-то там боли или какая-то неприятность неприятность и неприятное ощущение то он сразу делает укольчик укола кстати я не боюсь и все потом ничего не чувствуешь но все равно тот факт сам что ты идешь к зубному врачу уже не знаю как-то страшно и тревожно буду делать кухню то есть камень будем менять камень и нам сказали что приедут в пол девятого утра поэтому сегодня сейчас вот муж приедет от зубного и нам нужно подготовить кухну то есть нужно убрать электрическую плиту и нужно убрать раковину раковину он там убрать не сможет а именно кран мы можем убрать и все что внизу связано вот эти вот все не как они называются елки-палки шланги шланги не шланги сифон сифон не сифон ну ладно неважно вы короче меня поняли то есть экран и все что там внизу нужно снять а потом уже когда они приедут завтра рабочие то они уберут раковину мы естественно будем ставить новую раковину и я надеюсь что все будет нормально да и тот салон за которым мы заплатили всю мебель которую мы новую купили нам сказали что в течение 35 дней они в течение то есть это может быть полтора недели две недели как там сложится потому что сейчас еще очень много еврейских праздников вот и поэтому ну короче она сказала максимум это в течение 35 дней вот но мы нам в принципе все устраивает потому что сейчас как раз мы хотим сделать все закончить с кухни и чтобы не было пыли потому что если они будут они будут это резать может и там что-то то есть и сам сам вот этот гранит камень гранитовый камень вот то естественно это очень очень много пыли не хотелось бы новую мебель ну засрать так знаете такое плохое качество потому что у меня тут темно я не хочу включать свет потому что если сейчас включу свет то на меня нападут комары и мухи и так далее и тому подобное мы продолжаем делать уроки у даниэля математика и раме такие вот давали книжечки и здесь просто плюс минус всякие такие разные легкие примеры чтобы они постоянно тренировались и мало того если вы можете заметить может быть вы заметили то примеры повторяются по несколько раз это делается для того чтобы ребенок уже запоминал наизусть пример такие вещи как 6 плюс 6 8 плюс 8 чтобы он уже знал наизусть что это пример 6 плюс 6 это 12 8 плюс 8 это 16 и так далее читает я уже чай выпила мне еще хочется с честно как бы у меня есть этот листик я не отнесла его учителю вот то я хотела бы вам показать сколько мы платим в год за школу за двоих детей сколько плачу и сумма здесь им разделяется в зависимости в какой класс то есть вот в первый класс здесь вам расписывается расписывают за что вы платите то есть это всякие там походы поездки какие-то страховка и так далее плюс к ним там еще приезжает учитель музыки специально плюс к ним приезжает еще учитель который их учит и всяким там цирковым и вещам ну то есть всякие прыгать сальто и так далее у нас даже есть такое да вот то есть за все это то есть все это входит в сумму вот первый класс платит 3435 шекелей это можно сказать ровно тысячу долларов за одного ребенка в год мы платим нашей школе у меня давайте посмотрим сколько я буду платить в этом году у меня третий класс даниэль правильно это ты 1460 тоже то же самое да тут можно разница на в 30 шекелей то есть это тоже тысячу долларов один и у меня идет шестой класс три тысячи семьсот двадцать один то есть немного больше чем тысячу долларов то есть за двоих я в год плачу две тысячи там с копейками долларов вот так вот такая вот сумма вечером к нам приходил мужчина смотрел на наш камин и рассказывал нам как бы он нам сделал как бы он его обложил камнями и так далее вот так что наверное мы и за камин возьмемся ну посмотрим как получится я помыла посуду не там кофе пили я делала кофе помыла посуду и мне сейчас нужно по максимуму здесь все освободить потому что завтра утром уже приедут и буду делать вот так что сейчас буду и чайник наверное убирать и вот эти вот штучки поставили все наверх в принципе у меня есть полно места вот чтобы у меня был чистый шаешь ну вот так и все по убирала сразу такое знаете кухня сразу такая большая кажется когда на ней вот так вот в принципе кухня и должна быть чтобы никаких там ни ложек ни кастрюль ничего не было вот так это должно выглядеть вот я считаю что это так должно выглядеть единственное я сейчас еще печку помою и сейчас пока мы ее убирать не будем потому что все таки завтра придется мне делать завтрак и придется делать обязательно тормозки пацана поэтому печку оставим завтра пускаю сами убирают ну а так я все убрала я оставила чайник печку и чайник все это завтра что первое необходимо нам нужно утро остальное все убрала помыла залила тут этот хворкой чтобы у меня здесь все чистенькое было потому что ну все равно завтра это будут все выковыривать отсюда а муж должен снять эту кран вот так всем доброе утречко я привезла мальчика в школу сейчас еду домой и в пол девятого как нам обещали к нам должны прийти делать кухню камень как неудобно быть утром без воды это было что то чем то я делала мальчиком яичницу мы я мыла лук в туалете но не в туалете в раковые в ванной комнате до петрушку и все это было очень неудобно а сейчас мне еще нужно как-то помыть посудку ту самую минимальную которую я загрязнила при делании завтрака так что уеду бегом домой сейчас буду мыть в туалете туман я не знаю будет ли видно это на камеру вот так через телефон но он у нас есть потому что сейчас вечером температура падает и она намного ниже чем днем то есть вечером прохладно у нас уже можно даже сказать прохладно холодно да а днем все равно жара поэтому утром встаешь такой туман я сначала встала в пол седьмого было намного сильнее туман но сейчас уже конечно начало девятого уже все проходит это все дело и последний